Для лабиринт.ру Кахтачёва Анжела, 17 лет, город Санкт-Петербург, школа номер 489, Эдуард Асадов, День Победы. День Победы, и в огнях салюта, будто гром, запомните навек, Что в сражениях каждую минуту, да, буквально каждую минуту, погибало 10 человек. Как понять и как осмыслить это, 10 крепких, бодрых, молодых, полных веры, радости и света и живых, отчаянно живых. У любого где-то дом или хата, где-то сад, река, знакомый смех, мать, жена, а если не женатый, то девчонка лучшая из всех. На восьми фронтах моей отчизны уносил войны водоворот, каждую минуту 10 жизней, значит каждый час уже 600. И вот так, четыре горьких года, день за днем, невероятный счет, ради нашей чести и свободы все сумел и одолел народ. И сейчас мне обратиться хочется к каждому, кто молод и горяч, кто б ты ни был, летчик или врач, педагог, студент или сверловщица. Да, прекрасно думать о судьбе, очень честной, яркой и красивой, но всегда ли мы к самим себе подлинно строги и справедливы? Ведь, кружась межпланов и идей, мы нередко, честно говоря, тратим время попросту зазря на десятки всяких мелочей, на трепье, на пустенькие книжки, на раздоры, где не прав никто, на танцульки, выпивки, страстишки. И, Господи, да мало ли на что. И неплохо, честно говоря, а ведь есть душа, наверное, в каждом вспомнить, друг, о чем-то очень важном, самом нужном именно сейчас. И, сметя все мелкое пустое, скинув скуку, чертость или лень, вспомнить, друг, о том, какой ценою куплен был наш каждый мирный день. И судьбу, закручивая круто, чтоб любить, сражаться и мечтать, чем была оплачена минута, смеем ли мы это забывать? И, шагая за высокой новью, помните о том, что всякий час вечно смотрят с верой и любовью вслед вам те, кто жил во имя вас.